Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у нас важная тема, звучит она так, кредитование бизнеса, малого и среднего бизнеса. Легко ли сейчас небольшим компаниям привлекать деньги, брать деньги в кредит? В гостях у меня знатоки этого вопроса. Сергей Суворов, управляющий директор по кредитованию инвестиционного банка «Кинфинанс». Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. И Наталья Унжакова, начальник управления по развитию регионального бизнеса «Промсвязь банка». Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер. Как настроение, скажите мне? Летнее, летнее, веселое настроение. Но работа не может отвлекать нас от обычных житейских радостей. Тем более, что время сейчас нерабочее уже, можем повеселиться. Можем повеселиться, хорошо. Итак, прежде чем мы начнем веселиться, активно веселиться в эфире, давайте поговорим о том, легко ли сейчас небольшим экономикам. Им никогда не было легко, да, Сережа, насколько я знаю, небольшим компаниям? Никогда не было легко, я думаю, и не будет легко. Зависит от конкретной компании. Это приговор, я тебе хочу сказать. В принципе, можно на этом эфир уже и заканчивать. Никогда им не будет легко. Я могу другую практику рассказать, если дадите мне слово. Сереж, продолжай. Никогда им не было легко. Никогда не было легко, да, потому что какие-то заемщики, которые, в общем-то, чувствуют себя финансово устойчиво, им относительно просто получить кредит в банке. Другие заемщики, у которых проблемы, в принципе, им тяжело будет получать кредиты при обращении в банк. Поэтому зависит от конкретной ситуации, от конкретного проекта. Нет, ну это логично, да, заемщику, у которого проблемы, ему никто и в долг не даст просто-напросто. А вот пришел человек, не человек, компания в данном случае, у которого нет проблем. А ты, тем не менее, говоришь, относительно легко. То есть, а вот что такое относительно? Ну, здесь сразу роль банка включается в том плане, что банк должен посмотреть, выявить какие-то положительные моменты и помочь структурировать сделку таким образом, чтобы у клиента при его условиях, при его условиях функционирования получилось получить кредит. Соответственно, здесь, конечно, банк должен взаимодействовать, учитывая еще тот фактор, что представители малого и среднего бизнеса до сих пор некоторые из них финансово, скажем так, недостаточно обладают... Состоятельные. Недостаточно состоятельные, да, не обладают достаточными знаниями для того, чтобы самостоятельно, профессионально структурировать кредитную сделку. Поэтому здесь, конечно, банк должен помогать на этой стадии правильно структурировать. Я правильно понимаю, вот пришел представитель малого и среднего бизнеса, ему нужны деньги, но он не понимает еще, как их взять, во-первых, как потом их грамотно реализовать на своей собственности. И банк помогает. Он может не понимать, какая сумма ему нужна, на какой срок, какие могут быть транши кредитной линии, если это кредитная линия, что с обеспечением, что можно банку приложить, что нельзя. Здесь банк должен очень активно поучаствовать. Ну и он участвует. И он участвует, естественно, если банк заинтересован в предоставлении кредитов, если он ставит перед собой цель наращивать кредитный портфель, тогда, конечно, он должен участвовать. И он это делает. Спасибо. Наташа, ну какая-то радостная у тебя. Ты так улыбаешься. Да, ну просто, если честно, я вижу эту ситуацию, картинку, совершенно с другой диаметриальной стороны. Только честно. Я работаю в малом бизнесе 15 лет. Я начинала сама кредитным экспертом и работала по технологии ЕБРР. Да, действительно, тогда клиент не мог получить кредит в других банках. Расшифруй сразу ЕБРР. Европейский банк реконструкции и развития. Чтобы слушателям было понятно. Да, это тот банк, который в Россию привез программу кредитования. Просто, легко, быстро. То есть цель была такая, предоставлять кредиты малому бизнесу. Сегодня вот наш банк уже 5 лет работает по программе малого бизнеса с 2007 года. Мы являемся одним из лидеров кредитования малого и среднего бизнеса. Входим в топ-5 банков России по различным рейтингам, по объему кредитного портфеля в этом сегменте и по объемам выдачи. Ну вот, если честно, я могу сказать, что то, что было сейчас 15 лет назад, и сейчас это просто небо и земля. Сейчас на самом деле у клиентов очень большое предложение от банков. В регионах региональные банки предлагают очень хорошие продукты. В Москве вообще огромная конкуренция. И банки, клиенты что сейчас делают? Они оставляют заявки в нескольких банках и затем выбирают, в каком банке им выбрать кредит. Сейчас уже такое предложение на рынке от банков. В любом банке есть программа кредитования малого бизнеса. Либо она выделенная, либо она работает вместе с розничным бизнесом, либо вместе с корпоративным бизнесом. И сейчас, да, у клиентов там есть некие проблемы с финансовой грамотностью, но клиенты в сегмента микро, который как раз, скажем, минимально финансово грамотный, до 3 миллионов рублей, они получают скоринговые продукты за 2-3 дня. Вот сегодня мы выдаем 300 тысяч рублей за 2 дня. Мы работаем с кредитами вообще до 120 миллионов рублей, на длинные сроки до 10 лет. Да, для того, чтобы получить такой кредит, действительно нужно, скажем так, потрудиться. Но это нужно делать вместе с вашим кредитным менеджером. Клиент сегодня, если хочет кредит, он оставляет заявку на сайте банка, либо звонит в колл-центр банка, либо приезжает в ближайший офис. Тут же с ним работает клиентский менеджер, который вместе с ним выявляет его потребности, который вместе с ним структурирует сделку, назначает максимально удобное для клиента время выезда к нему на бизнес. И на самом деле процесс получения кредита сейчас очень простой. Можно сказать, что кредиты как орешки. Я на самом деле вообще не вижу проблем в кредитовании. Ну здорово, прям действительно сейчас, да? Сразу картину развернуло как-то иначе. В разных странах мы живем, в разных странах работаете, что ли? Мы работаем в разных банках, в разных сегментах работаем. Скажем, наш банк, он сконцентрирован больше на среднем и крупном бизнесе. Мы скорее цепляем верхнюю границу малого и среднего бизнеса. Я прошу, что Наташа говорила о том, что категория клиента, она выстраивается в зависимости от того, на какую сумму он рассчитывает. В зависимости от его бизнеса, от того, какая у него годовая выручка. Но прежде всего, клиент с годовой выручкой 30 миллионов рублей, это сегмент микро. Быстро, оперативно, просто... И он может рассчитывать до 3 миллионов, да? До 3 миллионов, да. Здесь есть беззалоговые кредиты с минимальным пакетом документов. То есть, 15 лет назад по любому кредиту нужен был залог, нужны были поручители, нужен был большой пакет документов. Я лично оформляла в залог, ну я не знаю, можно это говорить либо нет, утюг, хлебопечку, кухонную мебель. То есть, тогда необходим был залог. И как это не банально звучало, мы кредитные... Подождите, это когда, 15 лет назад? По программе ЕБРР, да. Сейчас это смешно. Но тогда мы вместе с... Потому что утюг тогда, он какой-то символ другой. Тогда с представителями Европейского банка мы приезжали к клиенту домой, заглядывали к нему в холодильник и определяли, платежеспособный он или нет. А сейчас мы к клиенту домой не выезжаем. Выезжаете, да? А на бизнес выезжаем на суммы только свыше полутора миллионов, а полтора миллиона мы можем принимать решения по скорингу, не выезжая вообще к клиенту. Ну то есть, технологии настолько ушли вперед. То есть, наш опыт позволяет принимать решения сейчас, не выезжая к клиенту. Ну вот, на такие маленькие суммы. Я понял. В этом случае... Но повторюсь, что мы работаем в сегменте средний бизнес. Наши суммы 120 миллионов рублей на срок до 10 лет. Здесь уже совершенно другой профиль клиента. Здесь у этого клиента совершенно другие потребности. Ну, что-то, наверное, уже ближе к профилю Олега. Сергей. Сори, извиняюсь. Это нормально. Давайте, смотрите, небольшое резюме. То есть, я правильно понимаю, что прошло 15 лет, мы уже ушли от дикого капитализма, да, утюги мы уже и в холодильник не заглядываем. И, в принципе, если соблюсти какие-то, так сказать, корпоративные условия, это те условия, которые выдвигает банк, то малому и среднему бизнесу доступны эти кредиты. Реально получить особо при этом, да? Ну, доступны, да, безусловно, доступны. Вот, как правильно коллега отметила, сейчас уровень конкуренции среди банков достаточно высок. Многие предлагают серьезные продукты. Вот, соответственно, могу сказать, что заемщикам потенциальным есть из кого выбрать, есть выбрать какие продукты кредитные. Насколько банкам вот это интересно? Да, бизнес-банк, это вещь такая многогранная. Он может это сделать, это сделать, это, а тут вот связываться с малым бизнесом. Это выгодно? Или просто... Нет, безусловно, выгодно, если рассматривать клиента не только с точки зрения кредитования, а с точки зрения предоставления полного спектра банковских услуг. Даже микроклиенту сегодня интересен банк-клиент, интернет-обслуживание, информирование, оперативное списание по его счетам. То есть даже этот маленький клиент на сумму, там, миллион рублей, уже имеет больше и больше потребности. И вот если сейчас... То есть я правильно понимаю, он пришел за кредитом к вам обратился, да? Вы рассматриваете его заявку, а попытно предлагаете ему еще... Да, это не только мы, это все универсальные коммерческие банки предлагают ему расчетный счет, предлагают ему эквайринг, предлагают ему... Эквайринг это что? Получается установку посттерминалов на его торговых точках. Вот вы приходите, да, вы рассчитываете по карточке. Конечно. Потому что 70% клиентов это клиенты с торговли. Торговля, их основной вид деятельности вот в сегменте как раз микро. Соответственно, если бы мы просто кредитовали таких клиентов, безусловно, это было бы неинтересно. Сережа, а можно... Я бы еще отметил бы такой момент, очень важный, что, как правило, клиент, который пришел в банк в качестве представителя малого или среднего бизнеса, он с развитием своего бизнеса растет, он становится с течением времени уже достаточно крупной компанией. Соответственно, с точки зрения выгоды для банка, она прямая. Это увеличивающиеся обороты по счетам, увеличивающаяся сумма кредита, увеличивающийся доход банка. То есть привлекая, да, вот изначально, мы опять говорим... Ну да, мы там вам рассказываем, такие, получается, банковские секреты, но на самом деле потребности клиентов таковы. Вот в нашей клиентской базе всего 30% клиентов кредитуются, а 70% клиентов пользуются другими банковскими услугами. Но пришли они за кредитом изначально? Нет, они пришли в банк. Им нужно прежде всего расчет на кассовое обслуживание, им нужны платежи. Уже крупным клиентам нужны подключаются факторинг, лизинг, гарантии, аккредитивы. Действительно, клиенты вырастают, и мы их отдаем в корпоративный бизнес в нашем банке. То есть, но чтобы клиент из микросегмента вырос в корпоратив, такого на моем 15-летнем опыте не было. Почему? То есть, это был средний, ну потому что это, знаете, такая пропасть между торговым ларьком. Да, чтобы он пришел за кредитом на ларек, а потом на первой стороне Форбс попал, да, в сотню Форбс. У нас в стране есть такой пример, да, там... Сейчас расскажете об этом, давайте через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня обсуждаем тему кредитования малого и среднего бизнеса. В гостях у меня Сергей Суворов, управляющий директор по кредитованию инвестиционного банка Китфинанс. И Наталья Юнжакова, начальник управления по развитию регионального бизнеса «Промсвязь банка». Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Ну что ж, очень интересно прошла первая часть нашей беседы, ну на мой взгляд, по крайней мере. Наташа даже призналась, что выдает нам какие-то банковские секреты, да, банковскую тайну практически мы посигнули. Мы не посигаем. Мы хотели бы услышать просто обычные вещи, вот с точки зрения рядового представителя малого и среднего бизнеса. Вот в связи с этим у меня есть такой к вам вопрос. Какова процедура рассмотрения, ну то есть вот пошагово, если можно, да, человек, наверное, даже решил затеять бизнес, да, потому что есть разница, у него есть уже бизнес, и он пришел за кредитом на его развитие, или человек решил затеять бизнес, вот у него есть такая мысль чем-то там заняться, и он говорит, надо же для этого деньги, а пойду-ка я в Китфинанс, Сереж. Ну, у нас банк, наверное, не является типичным банком, который предоставляет услугу кредитования малого и среднего бизнеса. Мы эту услугу предоставляем среди прочих, да, и текущие цели банка, они в основном сконцентрированы на корпоративном кредитовании, но тем не менее любой потенциальный заемщик может обратиться в банк и получить соответствующую услугу. При этом скажу, что мы стартапы, да, так называемые, или кредиты, предоставляемые на начало бизнеса, мы не предоставляем на текущий момент, то есть мы анализируем только какой-то действующий бизнес или в рамках действующего бизнеса финансирование рассматриваем, расширение его бизнеса. То есть у вас, может быть, некий следующий этап уже, да, вот за тем, о котором я говорю? Да, скорее это следующий этап, вот, но рассмотрение строится обычным порядком, то есть заемщик оставляет кредитную заявку, пакет документов, которые, в общем, наверное, сейчас в банках примерно одинаковые. Как он выглядит примерно? Ну, это некий перечень документов, которые клиент должен предоставить, там некоторые формы. Это не банковские тайны, можем мы озвучить, что это, паспорт, это что-то. Это все клиенты знают, уверяю вас, они заходят на сайт любого банка и видят пакет документов. Стандартный перечень, он, в принципе, там почти одинаковый для всех банков, отличаются только какие-то конкретные формы, которые банк под себя делает, и, соответственно, в течение определенного времени банк анализирует эту заявку и выносит свой вердикт. То есть это предварительное рассмотрение, как в случае с обычным потребительским кредитованием, да? Ну, у нас есть, да, этап предварительного рассмотрения, он обычно не занимает более трех дней, но это я говорю как раз о среднем и о крупном бизнесе, уже даже переходящем. И есть определенный временной промежуток для окончательного рассмотрения и получения кредита. А потом вы приглашаете непосредственно соискателя уже в офис и подписываете необходимые бумаги. Наташа, а вот если с нуля все-таки, да, возникло желание... Ну, на самом деле и мы, имея такой большой опыт работы и такую уже, скажем, программу, которая отточена, не имеем программы финансирования стартапов. Ну, это почему? Ну, потому что по статистике из 10 стартапов остаются на плаву 2-3. То есть клиенты, которые не работали в бизнесе, они адекватно, объективно не могут оценить стартапы. Ну, вот ошибаются они в своем проектном финансировании, верно? То есть очень большие риски скредитования стартапов, и я не знаю ни одного коммерческого банка, который бы имел такую программу. Для того, чтобы открыть новый бизнес, да, скажем, есть текущий бизнес, ну, например, там тоже, там, торговый ларек, да. Он видит, что у него тоже такой у меня был опыт, хорошо торговали определенными печенюшками, и предприниматель открыла свой собственный цех по производству вот таких же печенюшек, да, предположим. То есть там маленький совершенно цех, но, несмотря на это, она уже из торговли перешла в сегмент производства. И мы, принимая решение о кредитовании проекта по открытию производственной линии, оценивали ее текущий бизнес, ларек, его выручку, его прибыли, сможет ли она гасить запрашиваемый кредит. Не принимая в учет, вот как пойдет ее бизнес новый. С нуля, не кредитуем, и, ну, на самом деле, не знаю таких банков, которые кредитуют. Ну, и бог с ним звали. Что касается этапов получения кредита, вот так, если так крупными мазками клиент оставляет заявку, либо звонит, с ним тут же связывается менеджер, менеджер общается с клиентом по телефону, выявляет, что это за клиент, если он клиент сегмента микро, он его приглашает в банк, он говорит, приходите, оперативно с вами проконсультируем, и вы, в принципе, получите уже предварительное решение. Говорит, какие документы принести. Если этот клиент крупный, ему назначают время встречи, к нему выезжают, клиентский менеджер с ним обсуждает там потребности, структурирует сделку, оставляет какой пакет документов необходим конкретному клиенту под его конкретную потребность. Вместе уже там, ну, можно действительно за три дня принять такое предварительное решение, ну, реально, либо нереально, получить вот эти 120 миллионов. Ну, как минимум, да, принципиально. Да, ну, затем клиент предоставляет документы по списку, и уже мы выходим на кредитный комитет и принимаем решение. То есть, ну, все действительно просто и прозрачно. Да, в розовом цвете, особенно еще, да, учитывая, как ты об этом рассказываешь. Я сейчас... Ну, когда клиенты говорят о том, что, значит, это все непросто, если клиент говорит, что вот в один, в первый, в второй, в третий банку набратился, и его не хотят кредитовать, да, ну, наверное, у него плохая кредитная история, наверное, у него плохая репутация. А вы, кстати, вот в вашем сегменте бизнеса есть кредитные истории, вы друг с другом делитесь, это тоже банковская тайна, ты так подожди. Ну, почему? Есть сейчас достаточно большой банк кредитных историй, это и Сбербанк свой банк ведет, можно, в общем-то, туда обращаться. Есть другие бюро кредитных историй, вот, соответственно, там, за несколько лет функционирования этих специальных организаций уже накоплена достаточно большая база, с помощью которых... Но всем банкам она доступна, да, или какие-то... Да, да, заключается специальное соглашение, договор, в рамках которого банк получает информацию, ну, и, собственно говоря, делится тоже этой же информацией со своей кредитной историей. Вот если предположить, что нашему соискателю отказали в одном, во втором, в третьем, а есть у него надежда, что в четвертом ему все-таки дадут кредит? Может, на каких-то других условиях? Ну, надежда есть, здесь вопрос какой, если плохая кредитная история, здесь достаточно жесткий будет подход со стороны банка в отношении обеспечения по кредиту, если он сможет предоставить достаточно ликвидное обеспечение, то здесь, может быть... А есть вообще причины, вот, кроме плохой кредитной истории, в которой можно могут отказать? Если бизнес клиента убыточный, то есть клиент сам даже этого не понимает, да, и тогда, в принципе, клиентский менеджер, ну, ему объясняет, да, но здесь есть обратная сторона медали, тогда этот клиент, прийдя в другой банк, уже будет научен опытом, да, на что смотрит конкретно банк, и уже может предоставить совершенно другую картину своей деятельности. Вот. На самом деле, клиент... Существует плата за риск, да, то есть по одной ставке клиент не может получить кредит, если он готов платить, там, плюс 3-4 пункта, почему нет? Ну, ему предлагают это или ему просто говорят, все, до свидания? Клиенты, безусловно, предлагают. Обычно банк, если не готов предоставить запрашиваемую сумму, предлагает меньшую сумму, предлагает другую структуру залога. То есть клиенту обычно рекомендуется, что у вас по бизнесу существуют риски. Если вы предоставляете другой залог, мы готовы рассмотреть вашу сумму кредита. Если другой срок, другой залог, ввести новых поручителей, то есть здесь все это обсуждаемо. Но это правда так, как ты рассказываешь? Вот я вижу сейчас в тебе, как представитель банка, заинтересованность. Пришел клиент, ему... Конечно, безусловно. Так мы клиент за каждым, мы за каждым клиентом бегаем. Да ты что. Конечно. Ну, мы говорим сейчас, да, достаточно серьезная конкурентная среда, поэтому действительно это так, банки стараются предложить комфортные для клиента и для банка условия, на которых можно прокредитовать. То есть именно так вот это выглядит? Да, это действительно так. То есть любой клиент с устойчивым бизнесом получит сейчас лучшие условия в банках, действительно. Ну и, соответственно, так называемые лимиты по кредитам, то есть величина вот этого... Вот у нас максимально 120 миллионов. Она зависит... А у вас? Поделись, Сережа, максимально у вас. Ну, в нашем сегменте малый бизнес, малый и средний бизнес. Ну, у нас порядка 150 миллионов, наверное, это максимальная сумма на малый и средний. Ну, сопоставимые цифры, да? Да, да. Так вот, я хотел сказать, вот это... Ну, дело даже не в максимальном количестве, да, не в максимальной цифре, а, в принципе, от чего зависит... Прежде всего, от бизнеса клиента. От объемов его финансово-хозяйственной деятельности зависит, вот, от того проекта, на который он просит деньги. То есть вот такие факторы. Вот если раньше зависело от залога, залог предоставишь, он был первичный, кредитовали под залог, там, ну, а-ля ломбарды и кредиты, да. Даешь здание, 100 миллионов, да, 50 получаешь. Ну, раньше это было определяющим. Сейчас залог отошел на второй план, ну, хотя бизнес внес некие корректировки, да. Но перед бизнесом, ну, как бы накануне кризиса, вообще кредиты выдавались четко под бизнес. Прежде всего, бизнес, залог уже вторичен. После кризиса банки уже тоже более осторожно... Залог присутствует, тем не менее. Залог присутствует, да. Но если в структуре залога может быть товар в обороте, оборудование, автотранспорт. То есть недвижимость является только, там, одним из видов обеспечения. То есть можно взять 50 миллионов, заложив просто товар, который у тебя есть на складе, который является твоим оборотным капиталом. То есть, ну, первичный бизнес. Ясно. Вы говорите о том, что есть жесткая конкуренция, да, между банками вот на этом рынке. Ну, наверное, имена и фамилии называть не надо, но, в принципе, да, так вот широко. Сколько вообще присутствует ваших коллег в этом сегменте? Да, каждая банка имеет программу кредитования малого бизнеса. Но мы считаем, что у нас есть порядка 10 реальных конкурентов. Десяти? Да, а мы являемся, повторюсь, входим в топ-5. Сереж, а у вас? Нет, ну, у каждого банка есть своя конкурентная среда. Это непосредственные участники, которыми непосредственно на рынке находится данный банк. Ну, там, я соглашусь с коллегой, наверное, порядка 10-15 банков. Это вот примерно равные по объемам, равные нам. Наверное, это вот и есть наши прямые конкуренты. Хотя периодически бывает, что мы перехлёстываемся и с достаточно крупными, в том числе и госбанками. Вот, бывают и такие ситуации. Ну, основные конкуренты, это, как правило, равные нашим банкам. Да, ты вот хорошую тему поднял. Говоря о госбанках, существует, да, заулыбался Наташа, существует некая монополизация вообще? Ну, то есть тяжело бороться с государственными государствами? Если говорить о цене, то да, то есть у них возможности именно демпинговать по цене существуют. А они делают это? У нас таких возможностей нет. Да, делают. Ну, это же неправильно, наверное. Ну, как, каждый работает в тех условиях, в которых он работает. Да, если у госбанков есть возможность иметь дешёвые относительно ресурсы, да, почему бы ему там не демпинговать по отношению к другим банкам кредитными ставками. Это, в принципе, нормальная ситуация. Если есть возможность, надо на этом зарабатывать. А чем вы отвечаете? Ну, мы отвечаем, пытаемся отвечать скоростью рассмотрения кредитных заявок, пытаемся гибкость убрать, да, как-то вот реагировать. Ну, кстати, в этом и есть разница, наверное. И с пектром предоставляемых услуг, да. Если ты в государственном банке, там, один из, не знаю, десятков тысяч клиентов, да, и любой твой вопрос, там, претензия будет стоять в очереди. То есть, когда клиент приходит за кредитом, кредит — это ведь только первый шаг, а дальше уже начинается расчёт на кассовое обслуживание. Дальше он приходит в оперзал, дальше он видит систему банк-клиент, дальше он обращается за другими продуктами. То есть, кредит — это вот одна из составляющих. Давайте поговорим о дальше через несколько минут. Ещё раз добрый вечер, уважаемые слушатели Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. И тема, которую мы сегодня обсуждаем — кредитование малого и среднего бизнеса. В гостях Сергей Суворов, управляющий директор по кредитованию инновационного банка «Китфинанс», и Наталья Юнжакова, начальник управления по развитию регионального бизнеса «Промсвязьбанка». Продолжаем разговор. Ну и давайте в третьей части нашей программы поговорим о вещах не очень приятных, наверное. Так всё у нас розово сегодня, розово, так всё весело. Ну ведь вы сталкиваетесь, наверное, с невозвратами. — Бывает, конечно, как без этого. — Ну давайте об этом. Каковы риски с точки зрения банка вообще? Насколько это рисковое мероприятие — давать кредит малому и среднему бизнесу? — Любой кредит давать. — Любой кредит давать. — Это нормально, да. Но есть такая статистика. Вот потребительское кредитование — вот такие риски, да? А малый и средний — вот такие риски, а корпоративный — вот такие риски. — Не, ну безусловно. Малый и средний бизнес — это более рискованный сегмент, нежели корпоративное кредитование. Вот. Но, в принципе, при правильной постановке вопроса можно и здесь достигать неплохих результатов. Неплохой результат, ну, я считаю, это просрочка в пределах 3-4%. На мой взгляд, это, ну, приемлемый результат в нынешних условиях. Понятно, что в кризисные годы, когда экономика сдувается, здесь возможны, так сказать, другие цифры, да? Там мы помним восьмой год, когда там достаточно легко по некоторым банкам до 10% просрочка достигала. Вот. Ну, вот. — Ну, это кризисный год, понятно, что там риски возрастут. — Да. Ну, в обычных условиях порядка 3-4%. При том, что обычно ставки на малый и средний бизнес, кредитные ставки, они более высокие, чем по корпоративному кредитованию. Ну, как раз они учитывают более высокую рисковую составляющую. — Наташа? — Ну, я бы даже сказала, что нормальным, на мой взгляд, является просрочка 4-5%. Все зависит действительно от премии за риск. Любой бизнес рискованный. Но кризис как раз показал, что сегменты малого бизнеса, они легко, проще и быстрее перестраиваются, чем крупные корпорации. То есть они быстрее могут поменять свою бизнес-модель, они быстрее принимают управленческие решения, они, соответственно, проще воскресают из пепла. То есть малому бизнесу проще действительно реанимировать тот бизнес, который во время кризиса пострадал. И с этими клиентами малого бизнеса мы можем, там же у нас совершенно другие портфели, да, мы можем вести диалог, можем реструктуризировать задолженность. То есть мы со многими клиентами с 2008 года сейчас имеем графики погашения, по которым они платят. — До сих пор? — Конечно, да. То есть реструктуризация, то есть главное здесь найти с клиентом компромисс, прийти к взаимовыгодному диалогу. С точки зрения корпорации это намного сложнее. — Ну и нельзя, конечно, забывать, что большое количество кредитов в портфеле малого и среднего бизнеса — это все-таки серьезная диверсификация по сумме. И как раз в случае кризиса это, в общем-то, спасает банки. Но дело, когда один большой крупный кредит провалился, да, это серьезная проблема для банка, когда там какие-то небольшие мелкие кредиты, они обычно не так влияют в целом на ситуацию в банке. — Хорошо. Говорим о максимально плохом. О максимально плохом. Ну вот есть ситуация, когда некий недобросовестный, наверное, в данной ситуации уже, да, плательщик отказывается или по какой-то причине не идет на контакт. Что вы делаете в этом? — В таком случае это как бы не в его интересах совершенно не договариваться с банком, потому что он как раз в бюро кредитных историй будет занесен как злостный неплательщик, и он никогда уже потом в перспективе в России кредит не получит. Поэтому любой клиент заинтересован договариваться. Есть клиенты, которые там 9-10 год не платили, а в 11-м говорят, давайте договариваться, я готов платить. Еще была какая ситуация, что те залоги, которые у нас были оформлены, да, даже объекты недвижимости во время кризиса, они потеряли свою ликвидность. А сейчас уже как бы ситуация меняется. — Она приобретается. — Если да, если нет, те залоги мы не могли реализовать и погасить кредиты, то сейчас уже ситуация меняется, мы можем реализовывать залоги, гасить те просрочки и кредиты. — Вы на все это идете или просто вот мне все время… — Идем, конечно. — Интересно. — Так банк заинтересован, так мы же коммерческая организация. — Ну да, опять вот секрет такой небольшой, да, банк, в общем-то, заинтересован в случае, если клиент способен оплачивать проценты по кредиту, банк, безусловно, заинтересован в том, чтобы сделать реструктуризацию, то есть увеличить срок погашения этого кредита с каким-то графиком. Поэтому, конечно, если речь не идет о мошенничестве, а клиент вполне способен обслуживать свою задолженность, то… — Или как минимум идет инициатива. — Ну, какой-то поток идет, да, инициатива есть, то здесь банк, конечно, будет разговаривать о реструктуризации. — Ну, это нормально. Я просто… Некоторое время назад мы говорили вот как раз о возврате плохих долгов, вспоминали коллекторские агентства, вот вы не прибегаете к их услугам? — Ну, это больше в потребительских. — Да? То есть у вас нету такого опыта? — Есть у банка своя, как правило, служба по возврату задолженности, поэтому там, если необходимо, это подаются иски соответствующие. — То есть это в рамках гражданского законодательства? — Ну, да. Есть залоги, с которыми можно поработать. Это в случае, если не достигнуто соглашения о реструктуризации, тогда вот включается такой механизм. Есть поручители, к которым, опять же, можно обратиться. Да, конечно, в рынке, в банковском сообществе есть, так сказать, более жесткие игроки, которые там пытаются в первую очередь сразу подойти к каким-то жестким мерам. Но большая часть банков, она направлена на то, их деятельность направлена на то, чтобы договориться. — То есть если это не мошенники, то действительно мы всегда такой философии придерживаемся, что мы с клиентом в одной лодке. То есть если мы будем клиента топить, то мы все вместе пойдем к одному. — Ну, да. Соответственно, если это не мошенники, то все реально и новые графики. — Нет, мы не берем крайные вещи, конечно, это не мошенники. Вот в связи с этим у меня вопрос следующий, на ваш взгляд. В каком состоянии сейчас вообще малый и средний бизнес в России? Ну, даже потому, насколько... — В каком состоянии вся Россия, я бы так сказала? — Ну, на мой взгляд, мы находимся, наверное, в начале пути по развитию этого сектора. Да, если, допустим, сравнить с тем, что происходит в развитых западных странах, да, то там, во-первых, довольно существенная доля в валовом внутреннем продукте предприятий малого и среднего бизнеса. Вот. У нас эта доля очень небольшая, несущественная. Поэтому, на мой взгляд, это тот сектор, который будет в следующие годы развиваться темпами большими, чем, так сказать, просто кредитование. Вот. Я думаю, что это довольно перспективный сектор. — То есть есть такая перспектива еще. А в чем связано то, что это вот сейчас у нас... Ну, да, вот ты сравнил с развитыми экономиками. — Ну, на самом деле, на мой взгляд, государство не очень много внимания уделяло этому. Хотя, на самом деле, заявления делались о том, что, да, необходимо поддерживать там как-то, вот. Но каких-то реальных действий, таких серьезных, существенных, не осуществлялось. Вот. Ну, опять же, вот, я слышу в последнее время, что, как бы, идет со стороны правительства идут какие-то слова о том, что, да, необходимо поддерживать, больше внимания уделять. Ну, посмотрим по реальным шагам. На мой взгляд, здесь можно и фонды создавать, которые бы поддерживали стартапы, и какие-то гарантийные, так сказать, создавать фонды, да, которые помогали бы банкам активнее кредитовать. Я думаю, что все-таки в этом направлении мы будем дальше двигаться, будет идти развитие. — Государство как может поучаствовать в этом, Наташа? Что оно должно? Оно должно приказать коммерческим банкам, да, идти и... — Нет, коммерческие банки и так делают уже все, что возможно. Здесь приказать ничего нельзя, да. — Невозможно изначально, а как можно? — Здесь, получается, наши клиенты сейчас уже сталкиваются даже, там, не с административными барьерами, как это раньше декларировалось. Потому что они сейчас в банк приходят, им дают в банках консультацию. Как открыть расчетный счет, как открыть предприятие. То есть у нас такой уже сервис есть, да, то есть это для некредитных клиентов. Соответственно, мне кажется, что здесь уже другие, но более глубокие проблемы. Сейчас клиенты сталкиваются с тем, чтобы войти в рынок, они не могут найти себе помещение, потому что уже все, это уже поделено. Чтобы найти помещение с нормальной стоимостью муниципальной аренды, таких помещений просто нет уже. Нет кадров профессиональных. — То есть участие государства вот здесь должно быть, да? — Да, здесь получается, ну, как бы, оздоровление всего государства в целом. То есть нет кадров, нет помещений, ну, нет инфраструктуры. — То есть, в принципе, да, речь идет о том, что сейчас затеять малый, и уж я не говорю о том, средний бизнес практически невозможно. — Ну, тяжело, да, надо создавать условия для функционирования. Но, повторюсь, что потенциал достаточно велик, вот, и если в этом направлении работать, вот, всем, и правительству, там, и коммерческим банком, то, в принципе, можно выйти на достаточно серьезный объем. — Ну, то есть у нас доля малого бизнеса ВВП в три раза меньше, чем в Европе, в три раза меньше. Ну, такая ситуация вот все эти 15 лет, о которых я говорю. — У нас доля ВВП 20% сейчас, а там, насколько я понимаю, 50-70% в Европе. Ну, соответственно, мы оптимисты, нам есть куда расти. — Это главное, это главное. А теперь я вот хотел бы какой вопрос вам задать, уважаемые друзья. Ну, не хочется в это верить, ну, или как минимум об этом думать, но как-то все неспокойно сейчас, кругом неспокойно. Кризис в еврозоне, да, все это влияет на все рынки, на все экономики, а наше, естественно, в стороне тоже не останется. Не дай бог, если все это усугубится. Как это будет выглядеть, ну, вот с точки зрения нашей банковской системы в целом и с точки зрения кредитования малого бизнеса. Побегут они, невозвраты опять начнутся. Вы как-то подстраховываетесь вот на предмет следующей, я не знаю, какая она по счету, на предмет следующей волны кризиса. Вы подстраховываетесь как-то? — Ну, безусловно, кризис восьмого года банков научил. — Научил, да, не только банки научил, но и заемщиков потенциальных тоже научил. Вот, соответственно, сейчас банки, ну, стараются более консервативно подходить к предоставлению кредитов, к залоговому обеспечению тоже с точки зрения установления дисконтов, более консервативный подход. Поэтому, ну, наверное, мы сейчас более подготовлены, я имею в виду банковское сообщество, к приходу очередной волны. Очевидно, что без спада не обойтись, без просрочек не обойтись, это вещи очевидные, они будут, если будет ухудшение общей ситуации. Но я думаю, что сейчас мы можем выйти с меньшими потерями, чем это было в восьмом году, наученные тем опытом. — Ну, вот, кстати, на предмет возможного, да, следующего витка кризиса, банк не перестраховывается в этом деле. Ну, он не может позвонить клиенту и сказать, ты знаешь, дружище, вот у нас такие условия договора с тобой, а давай мы вот в связи с возникшими рисками пересмотрим. Может такое быть, Наташа? — У разных банков разная нормативная база, разные документы, есть действительно банки, в которых прописана возможность изменения процентной ставки в течение действия кредитного договора. Вот в нашем банке по программе кредитования малого и среднего бизнеса изменение ставки невозможно, то есть весь срок действия кредита ставка зафиксирована. — А на каких, по какой причине, ну, одни из причин, по которым могут ставки пересматриваться? Ну, помимо форс-мажора, конечно. — Стоимость ресурсов в комплектном банке. — Там очень часто в кредитных договорах привязываются к ставке рефинансирования центрального банка, соответственно, эта ставка... — Повышение на 25 базисных пунктов приводит к тому, что вы предлагаете клиенту... — Ну, скажем так, может привести... — Плюс 10 процентов. — Банки, на самом деле, не так часто этим пользуются, да, они понимают, что, ну, клиент, собственно говоря, уже деньги привлек, уже вложил, у него своя рентабельность, которая не поменяется из-за склада. — Да, я бы сказал, что это нечестно как-то, нечестно. — Банки этим пользуются в крайних случаях, даже у кого есть договоры, потому что понимают, что клиент потеряет к ним доверие, и клиент к ним больше работать не будет. — Кроме того, клиенты обижаются и переходят в другие банки, засрочно гасят, если банк так с ними поступил, да, то есть это вот очень опасно. — А если банки на это идут, значит, у них действительно вынуждены это сделать, потому что, наверное, этот кредит становится для банка убыточным при той стоимости, в которой они его разместили. — То есть именно дело вот в этом конкретном кредите, или просто, ну, банк, понятно... — В целом, в всем кредитном портфеле этого банка получается. — Как правило, там не какой-то, не по конкретному кредиту повышает ставка, а если принимается решение, то по действующим кредитам пытается банк ставку приподнять. — Ну, я тоже, с другой стороны, наоборот, картинку разверну. Банки так заинтересованы, чтобы клиенты не переходили из банка в банк, чтобы они оставались в кредитном портфеле, они делают штрафы за досрочный возврат кредита. То есть клиент желает досрочно погасить, а тогда заплати определенную комиссию. Но, получается, в тарифах есть комиссия за досрочный возврат кредита. То есть банки так заинтересованы, они привлекли этого клиента и не хотят делиться другими банками. — Это замечательная история по поводу того, что мы друг к друге заинтересованы. Давайте об этом продолжим через несколько минут. — Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем разговор о кредитовании малого и среднего бизнеса. Мои гости, я напомню, Сергей Суворов, управляющий директор по кредитованию инвестиционного банка «Китфинанс», и Наталья Юнжакова, начальник управления по развитию регионального бизнеса «Промсвязьбанка». Ну, на мой взгляд, мы очень много с вами сегодня обсудили тем, да, и поговорили, насколько хорошо аккредитоваться сейчас малому и среднему бизнесу, да. Даже обсудили ситуацию, ежели что, если завтра война не хочется произносить, если завтра кризис, то как мы... И тоже, да, Наташа, все оптимистично достаточно. Исходя из этого, какие перспективы у этого бизнеса вообще? Я даже не беру сейчас именно точку зрения банка, потому что понятно, насколько я сумел уловить, банк заинтересован, да, Наташа и Сергей об этом говорили сегодня. Банк заинтересован, ради бога, давайте только приходить. А вот с точки зрения самого бизнеса, насколько это перспективно, как вы думаете? Начинать малый бизнес в России? Да. Начинать малый бизнес в России. Насколько это перспективно? Очень сложный вопрос. Да. Кстати, у тебя же был опыт, ты говорила, да, ты сама занималась малым бизнесом. Нет, не было опыта. Не было опыта. Я сразу с института. И сразу в банк. Научилась быть менеджером по кредитованию. Нет, у меня не было, я всю жизнь после института в банках, вот. Вот, но на самом деле, мне кажется, вот у нас страна настолько большая, да, настолько, так сказать, можно себя применить здесь, что, на мой взгляд, малый бизнес все-таки имеет неплохие перспективы. Можно найти какое-то дело, вот, даже несмотря на те все административные препоны, которые у нас в стране есть, они ведь не только касаются малого и среднего бизнеса, они любого другого бизнеса касаются. И просто, так сказать, жить не так просто у нас в стране. Но это мало успокаивает, согласись. Да, но, тем не менее, там, люди с какой-то предпринимательской жилкой, на мой взгляд, имеют неплохие перспективы наладить свой бизнес. В банке в этом ему будут помощники на текущий момент, с учетом вот тех обстоятельств, о которых мы говорили. Вот, поэтому, мне кажется, все-таки это перспективное занятие. То есть ты с оптимизмом смотришь в будущее? Я с оптимизмом смотрю, да. Я вот, кстати, хотел еще вопрос такой задать. Мы, ну, так все, весело, жизнерадостно это обсуждали. Ведь речь идет, я так понимаю, преимущественно о крупных городах России. А если посмотреть в глубинку в регионы? Ровно такой же сервис и качество, как в Москве, в Питере, в Московской области, мы оказываем и в глубинке. То есть у нас... А у вас есть вообще отделение в глубинке? В Благовещенск, например. Это где? В Дальний Восток. Там есть отделение, подожди, там есть отделение Промсвязьбанка. Безусловно, есть отделение Промсвязьбанка и есть, получается, модуль по работе с клиентами малого и среднего бизнеса. Ровно такие же сервисы и стандартные, как для клиентов в Москве, мы оказываем в любом городе России. То есть клиент должен прийти в офис банка за один день, если он предприниматель, открыть расчетный счет. Получить за один, за два дня микрокредит. Если это крупный кредит, то за неделю получить его. То есть ровно эти стандарты у нас существуют по всей России. То есть не зависит вот то, о чем ты говоришь, от региона. Да. В Москве я, ну извини, я смоделирую, вот в Москве я могу прийти и получить там миллион рублей. Вот такой вот список документов, вот такие сроки, ну там залог, если понадобится. А теперь я в Благовещенске, переехал я неожиданно. Я пришел за тем же миллионом рублей, но мне сказали, нет, дружище, миллион мы тебе не дадим, только 300 тысяч максимум. Вот такой теперь пакет документов, в 10 раз больше. Да, и залог в 18 раз тяжелее должен быть. Безусловно, одни и те же у нас стандарты, одни и те же кредитные правила по принятию кредитных решений. Одни и те же подходы к залогу, к оценке этого залога. У нас очень серьезные кредитные портфели в таких городах, как Волгоград, Ярославль, Нижний Новгород, Красноярск, Самара. Здесь портфели сопоставимы с портфелем Питера, да, то есть очень много городов, да, у нас есть такие Вологда, Череповец, Мурманск, где вот, кстати, такой молодой у нас довольный бизнес, да, Калининград. Ну, то есть очень большая диверсификация, очень большая региональная сетка, и, соответственно, ну, вот, кстати, нужно отметить, что в регионах серьезная конкуренция страны региональных банков ощущается. Там региональные банки готовы демпинговать по цене, но они не могут предоставлять те же самые сервисы, что мы. То есть у нас очень качественный интернет-банк, то есть не каждый банк может предложить такие условия, а клиенты, повторюсь, уже очень требовательные, мало просто кредиты, да. Ну, они в 21 веке живут, конечно. Просто кредиты, ему нужен уже полный сервис, да. Было удобно. Сереж, ну, вот в этой связи, да, все-таки ты делал сегодня акцент на то, что вы в основном ориентируетесь на крупный, да, на средний и крупный бизнес. А с этой точки зрения, мне кажется, просто клиентов в регионе сложно найти. Ну, сложновато, да. У нас портфели в основном сконцентрированы в Москве и Питере, вот. Но, тем не менее, вот мы очень активно разворачиваем услугу по кредитованию лизинговых компаний и в последнее время факторингом тоже активно занимаемся. Как раз вот через эти инструменты мы, так сказать, ну, так, грубо говоря, цепляем клиентов региональных. Это небольшие какие-то предприятия, которые вот через лизинг, через факторинг к нам приходят, вот. И мы им предоставляем соответствующее финансирование. Ну, я так понимаю, вот то, о чем сейчас Наташа рассказывала, у вас региональных представительств, да, то есть сеть не такая большая. Ну, не такая большая, да. То есть вот этим самым региональным клиентам будущим, да, им надо приехать в Москву, ну, или в ближайший крупный город. Ну, или в ближайший крупный, или там вот через лизинговую компанию обратиться к нам, вот. Таким образом, у нас на текущий момент стратегия, она немножко не предполагает уход в регионы, поэтому мы вот в основном в крупных городах работаем. Ну, да, если оцифровать, то мы работаем по кредитованию в 120 городах, а по расчетно-кассовому обслуживанию, как раз уже получается спектр расчетно-кассовое обслуживание, банк-клиент, это здесь 200 городов у нас в присутствии. Ну, конечно, этот основной портфель сконцентрирован в 50 городах, но мы максимально близко идем к клиенту. Ну, на самом деле, это логично, учитывая, да, как, в принципе, как в России, да, инфраструктура строится, в основном жизнь вокруг мегаполиса, вот так она распределяется. Есть у меня к вам стратегический вопрос, видимо, напоследок, это будет логично, смотрите. Ну, можно говорить тоже на сегодняшний момент, это вопрос решенный, и Россия вступила в ВТО. Ну, последнюю точку, да, поставят в 20-х числах августа, когда пожмут руки, я так понимаю, да, выпьют за это дело. Как это отразится? А ведь это отразится, не может не отразиться на вашем бизнесе, даже в принципе на банковском бизнесе, потому что сюда придут мировые, да, акулы, акулы банковские. Будут предлагать примерно то же самое. Я не хочу сказать, хотя просто не слишком в материале, я не утверждаю, что у них все это выстроено гораздо лучше, да, гораздо привлекать. Ну, конкуренция ужесточится, очевидно ведь. Вы готовы к этому, Сереж? Ну, акулы на самом деле уже присутствуют на нашем рынке, у нас есть и ряд... Они просто зубы еще не имеют возможности так вот показать. Ну, может быть, да, им не дают пока показать зубы. Я, насколько понимаю, при вступлении в ВТО ввели ряд ограничений, временных рамок, да, в течение которых эти акулы банковского бизнеса могут зубы показать, поэтому я здесь не жду каких-то негативных сценариев для банков. И потом, ну, любая конкуренция, она ведет к развитию, то есть у нас будет возможность поучиться чему-то. Вот, скажем, есть пример, когда в той же Чехии, да, там, насколько я понимаю, около 90% местных банков, они принадлежат иностранным банкам, и ничего не происходит. Ну, немцы в основном там. Да, ничего со страной не происходит, наоборот, достаточно качественные услуги предоставляются, поэтому я здесь не жду какого-то негатива, мне кажется, это будет... Ну, согласись, все-таки пример с Чехией, мне кажется, он не совсем соответствующий. Ну, может быть, страны другие, вот, но в любом случае я не вижу здесь, так сказать, какой-то трагедии, да, из того, что придут какие-то известные крупные банки. Я здесь не жду. Ну, о трагедии не будем говорить, но вот самое очевидное, да, что мне вот приходит в голову, это... О присутствующих не говорю, но некоторые ваши коллеги уходят просто с этого рынка, потому что пропадает рентабельность, ну, вот... Ну, я думаю, что в любом случае это будет лучше, чем процесс, когда некоторые госбанки, по сути, так сказать, диктуют условия, и им принадлежит там десятки процентов рынка, да, это ситуация, так сказать, худшая, чем придут какие-то иностранные крупные игроки, будет там некая диверсификация. То есть в любом случае, да, я понимаю твою мысль, что ужесточение конкуренции, оно заставит просто предлагать более качественные услуги, да, вот примеры были с госбанками. Я и сам, ну, не в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, но очень часто сталкивался, когда приходишь в большой банк, да, и чувствуешь отношение к тебе. Ну, такой есть расхожий термин до сих пор, да, совок, вот чувствуешь совок такой, а приходишь в коммерческую структуру и чувствуешь иное отношение. Да, я думаю, это пойдет на пользу развитию банковского сектора в России. Ты как думаешь, Наташа? Ну, и развитию, получается, нашего малого и среднего бизнеса в первую очередь. Думаешь? Конечно. То есть у малого и среднего бизнеса появятся новые возможности, да, в этом смысле. Ну что ж, дай бог, дай бог. Хорошо. Давайте осталось несколько минут у нас до окончания эфира. Я хотел бы традиционно, значит, сакцентировать наш разговор на том, а что же в сухом остатке. Ну, у вас есть возможность буквально в нескольких словах, ну, не на правах рекламы, конечно, как ты понимаешь, да, но просто поговорить с нашими слушателями, да, вот о перспективах развития, а, малого и среднего бизнеса, и, б, как в этом могут поучаствовать, собственно, может поучаствовать банковский сектор. Давай, Наташа. Да, не на правах рекламы. Не на правах рекламы. Хочется сказать, что приходите в банки, оставляйте заявку на сайте, звоните в колл-центре, приходите в ближайшие офисы. Менеджер не только нашего банка, я уверена, да, любого другого банка, конкурента, который там смотрит вперед, оперативные качества с нами отработают. И, ну, вот хочется сломать стереотип, что кредит — это проблема. Вот, 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 именно об этом речь. Это просто, легко и доступно сейчас. Да, на уровне ментальности, да, вот, когда мы слышим слово «кредит», значит, это проблема будет. Не нужно искать какие-то там связи, выходы. Реально, вы должны понимать, что любой банк заинтересован в росте клиентов, заинтересован в привлечении новых клиентов. Смело идите в банки, изучайте сайты банков, изучайте приложения банков, вставляйте заявки на сайтах, и у вас будет выбор еще, из чего выбирать. То есть, ну, сейчас действительно такая ситуация, что есть, если вы выбираете. Да, да. Сережда, да? Да, готов коллеги присоединиться. Мы готовы предоставлять качественные услуги, вот, в части кредитования. Готовы помогать клиентам, структурировать сделки, вот. В общем, готовы выступать финансовыми партнерами потенциальных заемщиков. Все-таки вот до последнего момента меня почему-то тревожит проблема, что с нуля сложно открыть бизнес с нуля. Прийти в банк, попросить денег и что-то там затеять, как говорят в таких случаях, замутить. Может, эта проблема решится в ближайшее время, то ли с появлением новых игроков на рынке, то ли просто ваша, собственно, позиция несколько изменит стратегически. Как ты думаешь, Сереж? Ну, будем надеяться, да. Но в этом вопросе, я думаю, роль государства должна быть увеличена. Надеюсь, с помощью государства... То есть государство должно быть какие-то гарантии, да? Потому что коммерческая структура не идет на это, потому что там большие риски, как правильно говорили. Кто-то должен прогарантировать. Вот это, видимо, и есть роль государства. Да, да, именно так. Наташа, как ты смотришь на эти вещи? — Насколько я помню, в одном из государственных банков существовала программа кредитования «Бизнес-инкубатор». Вот не знаю, на самом деле, насколько она реализована. — «Бизнес-инкубатор»? — «Бизнес-инкубатор». То есть это как раз кредитование стартапов в крупном государственном банке. — То есть надо просто посмотреть, выжила эта программа или нет. — Не будем ее рекламировать. — Нет, мы не будем рекламировать, у нас надо понять, насколько все-таки это перспективно. Видите, вы говорите о том, что все не так плохо. Уважаемые слушатели, я напоминаю, у меня в гостях сегодня были Сергей Суворов, управляющий директор по кредитованию институционного банка «Китфинанс», и Наталья Ивунжакова, начальник управления по развитию оригинального бизнеса «Промсвязь банка». Значит, основная идея кредитования бизнеса — компаниям и средним, и малым легко привлечь деньги. Более того, банки в этом заинтересованы и с удовольствием приглашают вас за кредитами. Всего хорошего. — Не только за кредитами. — Не только за кредитами, конечно. Спасибо вам огромное, уважаемые гости. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Всего хорошего, успехов на рынке.